вот настал наш самый такой творческий и интересный момент это заливка фона когда наша работа будет преображаться для этого нужна кисть побольше у меня флейс но можно какую-то просто круглую покрупнее кисть взять и кисть такая достаточно крупная с острым кончиком в принципе можно любой главное чтобы она была с мягким ворсом и покрупнее чтобы нам фон заливать вот было и удобно я вот такая смачиваем и наш фон не подходя вплотную к цветку помним да чтобы нам его можно было где-то поиграть с краями это ставить беленький край если водой подойду вплотную то он будет расплываться нехорошо смачиваю чтобы у меня фон тут уже вел себя как ему бы заблагорассудится вот на этом моменте и хочется остановиться поподробнее что где-то нам иногда нужно чтобы у нас акварель свободно растекалась а где-то нам нужно поймать форму в этом как раз и есть вот это та самая главная составляющая что нам нужно научиться делать чтобы наша акварельная техника выглядела эффектно это нам нужно научиться контролю контролировать научиться влажность на листе и влажность на кисти и когда нам нужно делать пускать ее свободное плавание когда нужно наоборот чтобы у нас форма работала вот обучившись такому контролю все все акварельные работы будут выполнять технически легко и она будет смотреться эффектно и такому контролю в принципе не сложно обучиться просто нужно прилагать внимание и осознанность здесь смотрите я сейчас немножко как бы касание делаем прям 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 подвожу к своему цветку практически не совсем уже но немножечко влажность пускаю здесь и здесь чуть повлажнее дело там расскажу для чего и проверяю чтобы у меня весь фон был влажный а возле цветов осталось сухая простухое пространство и после этого заливаем фон заливать я предлагаю тут двумя цветами тоже возьмем желтенький но я выберу скорее желтенький немножко потеплее пример ауролин возьмем и тот же допустим кобальт синий начнем с теплого желтого сейчас нужно сделать такой фи мягкая кисть да здесь в принципе не лужа ну достаточно жидкая краска и начнем вам оба бабам 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 нужно прям здесь подвести вот так об это здесь можно так сделать где-то захожу на листики где-то их обхожу желтеньким еще можно оставить когда темный будем вводить то его с листиками надо будет конечно поаккуратнее немножко развожу желтые то есть просто кисточку промывая где-то здесь тоже вплавляю не так явно то есть здесь мне будет имитироваться может какая-то растительность но все это будет такое не броска здесь мне кажется можно посильнее в итоге хочу добиться чтобы где-то фон вмешается был такой зеленоватый где-то голубоватый такая игра осуществлялась вот видите уже цветочек как-то проявился по-другому то есть уже где желтые пятна в цветке стали не за не чужеродным объектом потому что появился фон и теперь берем обольте и кобальтом синим совсем светленьким начнем отсюда сделать заливку и теперь подходя к цветам можно даже немножко тон усилить и сделать вот эту по емочку это местами то есть я к цветку подхожу я его оставляю такую беленькую часть освещенная потому что здесь она может логично быть где-то ее делать не надо а где-то я прям оставляю вот так раз оставил может здесь так оставить но ни в коем случае не вокруг всего цветка это важно потому что здесь у нас свет падает и тогда могут быть такие светящиеся штучки и в целом свежее будет изображение смотреться если что-то белое что-то белое остается вот так где-то промежутки видите я провела достаточно так лихо и оставила промежутки где-то краски беседе для никого больше сделать больше вас вот так это же нажим кисть и важен даже поэтому этому всему будем учиться не просто провести как-то очень сильно акварель играют в зависимости от разных факторов делен никого больше ну и конечно же пятна фона не закладываются не просто так вот как нам вздумается это тоже определенные композиционные решения потому что фон он либо я как уже говорила на других уроках своих он либо спасает картину либо портит поэтому когда мы делаем фон буду даже своих работах если будет делать лучше конечно это все тренировать сначала на отдельных каких-то листах типа делать эскизе потому что даже вот у меня много вроде как опыта но зачастую если я фон начинаю водить бездомно то работа может быть испорчены по счету фона поэтому приходится брать отдельный листочек и немножечко подбирать эти пятна а потом уже их накладывать такс и с этой стороны вот я немножко конечно залезла хотел оставить беленькие штучки но но залезла ну что теперь ладно попробуем сейчас выбрать если получится картины конечно акварельные никогда не получаются один в один с каким-то оригиналом с которого рисуете даже со своим поэтому это все время что-то будет новое достоверно прям скопировать не получится не получится потому что мы часто используем ее приводят эти как раз свойства непредсказуемости чтобы вот было так интересно и эмоционально вовлекающе поэтому мне кажется многие любят акварель за это как раз немножечко контраста хочется мне добавить так что есть сюда может быть что мы еще можем сделать с тем фоном можно немножко брызнуть допустим возьмем кисточку вот эту вот такую длинненькую можно попробовать брызнуть просто водичкой нечисто мне не возьмем не получится потому что еще влажность не то ну попробуем вот так брызгаем водичкой и где-то фон будет расходиться и получать такие пятнышки для этого нужно конечно дождаться немножко подсыхания когда начнет схватываться бумага да будет лучше проявлять этот эффект можно побрызгать допустим вот желтенького желтенького главное не переборщить конечно тут с брызгами это легко сделать тоже все зависит от того какую кисточку берете будут разные брызги этого где-то будут более маленькие мелкие где-то более крупные у нас будет целый урок большой как делать всякие фоны там уж будем отрываться по полной там разные разные подобрала приемщики брызг и разных нанесений над заливок это будет прям такой творческий отрыв полный очень будет весело так что надо только приготовить побольше бумаги какой не жалко целлюлозный можно будет идти в отрыв но мы можем попробовать выбрать себе цвет на этих листиках но уже то что мы хотя может немножко выбирается на чуть-чуть усилия нам и не надо поэтому так какой тут я выберу акцентик и сейчас расставим пока акцента пусть фон подсыхает чтобы еще стебель нужно доработать и вот эти листики лучше сделать когда фон немножко схватиться иначе все слишком расплываться будет пока вернёмся к цветку посмотрим где еще что нам там уточнить нужно что я вижу беру поплотнее зеленые его здесь это место сделать такой провал побольше и какие-то вот как будто идут тяжи уплотни его дальше может быть вот здесь тоже пару точечек поставить таких акцентных только самое главное здесь такой момент не делать никогда обводки потому что увлекаются люди хотят вроде как уплотнить что-то уточнить акцентик поставить вместо того чтобы там один кусочек поставить начинает обводить это допустим по контуру это очень сильно бросается в глаза и сразу работа от этого не выигрывает поэтому то си надо нам какой-то краешек подчеркнуть мы его подчеркиваем так наберу побольше то есть подчеркиваем так раз и отпустили где-то может еще сплошной линии не ведем никогда 9 допустим подчеркнуть здесь немножко здесь тоже еще сейчас вам скажу про один такой важный момент смотрите вот у меня вы как бы это можете увидеть видели конечно пока я работала передние до листики более темные такие контрастные будет даже можно еще усилить эту тень вот так то есть грозы тени тут здесь чем там потому что мы здесь пользуемся законом воздушной перспективы его тоже ее овладев и ею и применяя ее всегда своих работах работа будут от этого только выигрывать закон воздушной перспективы конечно выгодно изучать вообще на других сюжетах на пейзажах сначала изначально и потом начинает применять ее по всему остальному потому что на пейзажах это прям реально видно поэтому вот рисуйте пейзажи в том числе чтобы понять как закон действует и какие закономерности существуют здесь прям хочется какой-то тоже акцентный край сделать немножко раз раз здесь край тоже пропала немножко вернем его и смотрите штришочки по форме если даже что-то делаю немножко и уйдем так и сильно долго увлекаться не буду конечно чтобы изображение было прям таким эффектным то как бы если мы резидизм прям рисую то немножко нужно еще поковыряться и там посмотреть то он проверить где-то уточнение больше нести где-то фактуру нанести от этого изображения уже будет еще более эффектным в данном уроке мы уже этим заниматься не будем в целом похоже сейчас нам только нужно немножко листики сделать то нам подсыхает уже пробую сейчас внедрится в листья беру тоже такой навожу себе синий зеленый цвет когда я беру зеленый оболь ты немножко вот приборщил немножко своего розового получается такой глухой синий зеленый цвет больше и таким плотным тоном можно пошла рисовать на тонна немножко можно работать над стеблем но у меня прям такой же совсем сухой а мне хочется чтобы он мягкий был поэтому я немножко его подмочу так 10 листики здесь возвращается стебель такие акцентики так самое главное мне его не сломать я могу немножко как бы уплывает в фон сплавляется с фоном здесь хочется такой голубоватый больше добавить и листики тоже листики возьмем прям голубоватые и дальние сделан тоже посветлее такие голубоватые так так и вот так чтобы была такая игра дальний светлее и холоднее ближние темнее и прорисовывание и потеплее ближние можно прям вот этим подчеркнуть где-то и смотрите как я подчеркиваю их не провожу палками от начала до конца я вот повела отпустила повела отпустила повела отпустила вот этим взаимодействием движением таким нужно прямо тренироваться и учиться потому что если я проведу от начала до конца этот листик и все их проведу то они будут смотреться во первых не реалистично во вторых как будто рука это метелка хочется чтобы они как-то заиграли не испортили цветового как его поддержали это немножко надо тут проявить заставить себя не водить прям уж так одинаково стебелек немножко еще точнее так серединка немножко мы выберу тоже чтоб объем проявился можно даже рефлексику дать возьму просто желтенький сейчас плотный желтенький я сюда его нанесу и он в принципе какой-то рефлексик создаст конечно надо было сразу как-то я забыла так здесь можно тут обобщить немножко чтобы слишком-то не блестела везде это сюда например смотрят мне кажется хватит главное тоже не улечься потому что можно пережать все это дело ну и вот на этом этапе можно уже завершить работу в принципе что-то похожее у меня получилось на мой оригинал и вам желаю творческого вдохновения обрести как раз этот контроль чтобы ваша акварель уже далее была более свободной впечатляющей и приносила очень много удовольствия всем спасибо